Израильские военные Бешел Брик при първи инцидент нарушил затишието в Газа. Израилски войници открили огън срещу група палестинци, които доближавали граничната ограда източно от Хан Юнис. Израилската страна твърди, че палестинците се опитвали да преминат оградата, което е в нарушение на примирието. И Хамас определи инцидента като нарушение, и заяви, че стезира египетските посредники. Противречивые сообщения поступают в эти часы из сектора Газа. По данным местных врачей, один палестинец убит и еще 11 получили ранения. В результате арт-обстрела с израильской стороны. Удар был нанесен по лагерю беженцев в Хан Юнис, это на юге сектора. Армия обороны Израиля пока никак не комментирует эти сообщения. Напомню, в ночь со среды на четверг вступила в силу соглашение о перемирии. Оно было заключено при посредничестве Египта и названо в прессе затишье в обмен на затишье. То есть стороны конфликта взяли на себя обязательство воздерживаться от огня. Толгожданное перемирие между Израилем и Палестиной действительно оказалось хрупким. Спустя 36 часов после объявления о прекращении боевых действий, израильская артиллерия нанесла новый ракетный удар по сектору Газа. Под огонь попали южные территории Анклава. Один палестинец погиб, не менее 15 ранены. В пресс-службе армии Израиля обстрел пока не комментируют. Зато сегодня же распространили информацию о задержании подозреваемых в организации взрыва автобуса в Тель-Авиве. Это произошло 21 ноября. Ранения получили 27 человек. Так вот, исполнителем теракта оказался житель Израиля арабского происхождения. Гражданство мужчина получил по программе воссоединения семей. Именно он заложил бомбу в пассажирский автобус, после чего позвонил своим сообщникам, которые привели взрывное устройство в действие. Их тоже арестовали израильские спецслужбы. Ответственность за теракт сразу взяло на себя палестинское движение «Хамас». Аминь.